Нужно понимать, что все нормальные люди, им не нравится атмосфера ненависти, страха и настороженности. А наша страна, она по большей части, слава тебе Господи, населена нормальными людьми. И мы прекрасно понимали, что с победой Хиллари Клинтон атмосфера вражды, и постоянно нагнетающейся санкцией, напряженности, ожиданий просто-напросто войны. Наш народ отлично знает, что такое война, в отличие от американского. Войны очень много, большинство ведем на своей территории, к сожалению. Поэтому мы, что такое война, знаем лучше, чем они. И народная память есть. И у нас, так сказать, есть прекрасная пословица, когда смотрит на нас человек, ну дурака, да, говорит, да, не всех дураков война убила, да. А вот, значит, и когда у нас есть упоротые, которые хотят, значит, дальше, больше, круче, значит, тапком им всем, значит, по трибуне, значит, и так далее. Эскалации, что ты Путин как не мужик, понимаешь? Но большинство нашего населения – это нормальные, вменяемые люди, вот, которые хотят, так сказать, работать, жить, расти детей, вот, которые не хотят гореть, значит, в ядерном огне, не хотят никого сжечь в ядерном огне, не хотят ни блокад, ни изоляции, и самое главное, и не хотят, так сказать, чтобы их ненавидели и ненавидеть в ответ. Потому что это дурацкое времяпрепровождение, вот, на это жалко жизнь тратить, вот, значит, и с Трампом связывают надежды, что это прекратится, или хотя бы эта тенденция хотя бы немножечко снизится, вот, и дело не в том, что Трампа прям любят и обожают, а дело в том, что с его приходом связана именно надежда на то, что все это прекратится, это безобразие, вот, человеческая надежда, она очень дорого стоит, вот, можно, так сказать, даже на Трампа смотреть светлыми очами, да, и надеяться на него, потому что, ну, на фоне Хиллари Клинтон, вот, он просто, так сказать, действительно прям штирлиц-ясный сокол. Америка – это институциональная страна, вот, значит, и институты американской государственности, они могут нивелировать просто-напросто влияние Трампа, да, а в том случае, если это не удастся, да, то с ним могут, например, поступить как с Кеннеди, да, вот, а может быть он упоротый и просто передумает, значит, скажет, ай, передумал, ну, давайте снова Сирию бомбить, значит, и не русских гнобить, да, сейчас, вот, вот, но, в принципе, вероятность этого достаточно мала, вот, я считаю, что было принято решение, что Трампа привели к власти генеральные директора Америки, вы не делаете, не генеральные директора, а истинные собственники Америки привели к власти именно этого генерального директора, вот, потому что он пришел с конкретным проектом снижения геополитической напряженности, да, вот, и, соответственно, внутренних американских реформ, вот, значит, это дает нам возможности, дает нам шанс на восстановление мирового порядка, то есть, как бы, восстановление роли ООН, восстановление международного права и так далее и тому подобное, это уникальный шанс, его нужно использовать.